Добрый день, Светлана. Добрый день. Лхас-Киапса, да? Да, Лхас-Киапса, Лхаса-Апса. Понятно. Расскажите, пожалуйста, происхождение этой породы. Это из Лхаса, я так понимаю, то есть Тибета, да? Да, правильно, Тибет, Гималайя. Город Лхаса, собственно, и вошло в название породы. Ну, это центр буддизма, да, ламаистского? Правильно. Да? Да. И что, а как там собаки оказались? Вы знаете, собаки там очень давно, это же древняя порода. Древняя порода. Разводили их в основном монахи в монастырях. И это культовые животные, да? То есть их в каких-то ритуалах, наверное, использовали? Да, какое-то определенное значение религиозное они имели. А в основном это были пастущие собаки. Да, наверное, более крупные когда-то они были. И эти тоже. А как же, кого же они пасли? Ну, вы знаете, как они, в общем-то, были с пастухами в их жилищах. Да. И охранили стада, то есть сгоняли стадо. Но они же маленькие такие. Вы знаете, какие бы они маленькие не были, они крепкие и сильные животные. Понятно. Ну, там яки какие-нибудь, это же быки целые огромные. Ну, я думаю, что это не так страшно для этих животных. Тем более они прыгучие, им очень удобно загонять по спинкам даже. Понятно. Ну, охотничьи так делают собаки, но с овцами они обычно так поступают. Ну, с ними и охотились, с этими собаками. Даже с собаками охотились? Да, вообще-то мне тоже как-то странно. Если вы скажете, что на снежного барса, я вам не поверю. Я сомневаюсь. Ну, я думаю, что охотились, наверное, большой страйкой. Понятно. И на кого же? Ой, не знаю, только что я вот это вот слышала. Понятно. То есть... Как бы данные такие есть, вот на них сейчас пишется книга о том, что они охотились. А уж как это будет описано, будет просто интересно посмотреть. Да, это интересно. Действительно, особенно интересно, на основании каких сведений все это пишется. Потому что о них очень мало, что известно. Мало, да? Конечно. А они вообще в Тибете-то сохранились или потом их вывезли как-то оттуда? Сохранились. Больше, конечно, их осталось в Индии. В Индии как бы чуть даже национальная порода, так условно скажем, потому что их очень много там. Да, надо. В Тибете маловато, да. Понятно. Да, и в основном это больше беспородные особи. То есть, как правило, документов на них нет. Ну, естественно. А скажите, пожалуйста, а их культивировать где начали? В Индии впервые или в Китае, в Тибете? Вот культурное как бы разведение? Да, это Тибет. Понятно. Ну, обычно вот многие...